Мы миролюбивая нация и моя администрация по-прежнему твёрдо привержена установлению мира и согласия между народами мира. О миролюбии президент США говорит в тот самый день, когда американские военные убивают в аэропорту Багдада 12 человек. Среди жертв есть иракцы, например, один из лидеров шиитского ополчения Абу Махди Аль Мухандис. Но главная цель – генерал из соседнего Ирана Кассем Сулеймани. Боевой дрон обстреливает кортеж высокоточными ракетами. Вот одна из них попадает в машину генерала. По данным арабских СМИ, американцы используют так называемую ракету «Ниндзя». Шесть длинных лезвий не оставляет пассажирам лимузина никаких шансов на выживание. В некоторых модификациях подобных снарядов даже боевую часть не используют. Хватает одной лишь адской мясорубки. В Багдаде, судя по взрывам, добавлены ещё и фугасы. В итоге тело Сулеймани собирает по частям, а опознать его удается лишь по перстню на пальце оторванной руки. «Прошлой ночью под моим руководством военные США нанесли безупречный удар по главарю террористов». Террористом Трамп называет одного из лидеров иностранного государства, с которым США пока не воюют. В иранских вооружённых силах есть элита – корпус стражей исламской революции. А внутри корпуса своя элита – подразделение Аль-Куц, в переводе с персидского – Иерусалим. Разведка, контрразведка, операции за рубежом. 20-30 тысяч штыков – подчинение напрямую высшему руководителю страны. Этим спецназом и командовал Сулеймани. Нарушено было негласное правило, которое действовало не убивать первых лиц. Потому что вообще первых лиц – это они более уязвимы. То есть нанести удар, убить кого-нибудь американского чиновника – это проще, чем нанести поражение американским военно-воздушным силам. Поэтому этого правила все долго придерживались. Для миллионов иранцев Сулеймани был национальным героем. Родом из бедной крестьянской семьи, начал работать на стройке уже в 13 лет, чтобы помочь отцу расплатиться с кредитом. Окончил только пять классов школы, что не помешало ему пройти весь путь от рядового до генерала. Известность получил ещё в 80-х. Во время войны с Ираком отметился смелыми рейдами в тыл врага. А четверть века спустя в том же Ираке и Сирии активно противостоял запрещенной в России группировке ИГИЛ. Многие называли его чуть ли по влиянию, чуть ли вторым лицом после Айталлы Хабнии. По данным иранских СМИ, именно Сулеймани организовал в 15-м году наземную операцию по спасению российского штурмана Константина Мурахтина. Тогда штурмовик Су-24 сбили турки на турецко-сирийской границе. Командира Олега Пешкова расстреляли боевики, когда он спускался на парашюте. А вот Мурахтина под прикрытием российских ВКС удалось эвакуировать и вернуть на родину. Вообще, эксперты называют Сулеймани нетипичным генералом за склонность к дипломатии, в том числе тайной, из-за чего он получил прозвище «Тень». Харизматичная личность, стратег современный, который учитывал не только военную составляющую, но и политическую, и, видимо, даже экономическую. Прекрасно понимал, что военный путь – это исключительный путь, и, скажем, прямые боевые столкновения. И он был как раз сторонником переговоров. Да, жестких, но переговоров. Благодаря своей способности договариваться, Сулеймани создавал альянсы по всему Ближнему Востоку. И не только. Бывший американский посол в Афганистане Райан Крокер утверждал, что для борьбы с наркотрафиком и движением «Талибан» генерал пошел в 90-х на сотрудничество с США, несмотря на разрыв дипломатических отношений. Вот и в Ираке Сулеймани вроде бы тоже воевал с Америкой на одной стороне – против ИГИЛ. Здесь под его руководством создали силы народной мобилизации – 100 тысяч бойцов-шиитов. Но в этом и проблема. Иран – мировой центр шиитов, а главные исламские союзники США в регионе – сунниты, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Хотя рост влияния иранцев сама же Америка и спровоцировала, убив в Ираке суннита Саддама Хусейна. США находятся в Ираке с 2003 года. В Браунунском университете подсчитали – за 17 лет Америка потратила на военные операции на Ближнем Востоке 880 миллиардов долларов. А вот на какое-то обустройство подконтрольных территорий денег не хватило. Ирак сейчас получает только 20% необходимой воды для сельского хозяйства. Это означает, что как кормить страну. Очень много бедных, высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи, беспредельная коррупция. В конце декабря в Ираке обстреляли военную базу Киркук. Один американец погиб и четверо получили ранения. В ответ США ударили по базам сил народной мобилизации, убив 25 человек. Разъяренная толпа вышла на улицы иракской столицы и атаковала американское посольство. В организации беспорядков тут же заподозрили Сулеймани. Добавили обвинения в убийстве тысяч людей по всему региону, правда без какой-то конкретики, и поделились секретными разведданными. Это очевидно, что Сулеймани готовил серию атак. Мы не знаем точно когда и мы не знаем точно где, но это было реально. И вот такой доказательной базы оказалось достаточно для вынесения приговора. Причем, как сообщает издание Washington Post, вместе с Сулеймани американцы пытались устранить еще одного высокопоставленного иранского военачальника уже в Йемене, но не получилось. Но американцы считают, что они могут делать все, что угодно, являясь, как они полагают, мировым гегемоном. И поэтому решили, что да, этот человек их не устраивает, надо показать Ирану его место. Однако на этот раз Трампа не поняли даже ближайшие союзники. Он остался без поддержки Европы. Ситуация серьезная, очень серьезная. Есть последовательная эскалация, которая становится очень тревожной. И если она продолжится, может привести к конфликту. Да, это правда. Именно поэтому нам необходимо мобилизовать все наши усилия, чтобы остановить этот очень тревожный процесс, который может привести нас к катастрофе. Критически важными для наших партнеров на Ближнем Востоке является важность снижения напряженности и поиска дипломатического выхода из этого кризиса. Иракский парламент до сих пор лояльный к Соединенным Штатам. После атаки проголосовал за вывод всех иностранных войск из страны. Партнеры США по НАТО это решение тут же поддержали. Оставаться в Ираке сейчас небезопасно. Наконец, в самой Америке оппоненты Трампа и вовсе подвергли его действия жесткой критике. Президент Трампа обещал прекратить участие Соединенных Штатов в бесконечных войнах на Ближнем Востоке. Однако действия президента, похоже, увеличили риск того, что нас снова могут втянуть в такую войну. Кажется, что его политика характеризуется хаотичным, импульсивным и часто эгоистичным поведением. Четверг Палата представителей США даже ограничила полномочия Трампа на ведение боевых действий с Ираном. Однако о кончине Сулеймани здесь никто не сожалеет. Законность убийства иностранных чиновников не обсуждает. Вот типичное для так называемых американских ястребов мнение. Никто не может иметь конкретную стратегию на Ближнем Востоке, потому что там главенствует ислам. Он превалирует над современной моделью жизни. Эти страны ничего не производят, ничего не делают. Они просто сидят, нефть качается, они ее продают. Они абсолютно ни на что не способны. Если забрать у них нефть, они станут нищими. Самая лучшая политика – держаться от них подальше и позволить им убивать друг друга. Что они так любят делать? Что касается убийства Сулеймани, то нормы международного права не имеют значения, когда на носу выборы. Трудно назвать хотя бы одного президента, который бы не начал свою маленькую победоносную войну. Будь то Гренада или будь то Югославия. Как страна в опасности, страна подверглась к какому-то нападению, опасности, нужно обязательно объединяться вокруг своего президента. Но одной победоносной войны мало. Нужна еще и сакральная жертва. При Бушу-младшем это был Саддам Хусейн, при Обаме – Муаммар Каддафи, теперь вот Кассем Сулеймани, который на родине уже объявлен мучеником. По всему Ирану прошли траурные шествия, в которых участвовали несколько миллионов человек. Сотни тысяч приехали в родной город генерала Керман на церемонию прощания. Здесь возникла давка, в которой погибли 55 человек, еще две сотни получили ранения. Такие вот небоевые потери. Тем не менее, иранцы обещают мстить. Семьи американских солдат в Западной Азии, которые стали участниками жестоких воин Америки в Сирии, Ираке, Ливане, Афганистане, Йемене и Палестине, будут проводить дни в ожидании известий о смерти своих детей. Иранские власти подготовили 13 вариантов ответного удара. Для начала выпустили 35 ракет по двум американским военным базам в Ираке. Правда, заранее предупредили об обстреле иракское правительство, понимая, что те передадут все американцам. И действительно, США успели подготовиться. По заявлению американских военных, жертв в результате обстрела нет. Но зато уничтожена инфраструктура той самой базы, с которой и управляли убийством Сулеймани. Так что иранцы посчитали свою миссию выполненной. Мы не стремились добиться жертв во время этой операции. Но если мы столкнулись с их следующей операцией, то мы не несем ответственности за спасение жизни американцев. На втором и третьем этапах мы думаем, что за 48 часов мы бы убили не менее 500 американцев. Дональд Трамп же объявил о новых санкциях и готовности к переговорам. Мы все должны работать вместе для заключения новой сделки с Ираном, которая сделает мир более безопасным и мирным. В общем, Трамп не изменяет своему стилю. Сначала жестокое давление и нарушение всех договоренностей. А потом призыв к справедливой сделке. Справедливый – значит выгодный для США. В итоге эффектный жест Трампа обернулся смертями сотен людей. Лес рубит, щепки летят. Роман Никифоров, Мария Солопова, Роман Журавлев и Сергей Боровский. Программа «Вместе».